Кажется, что даже вакцинацию эти пациенты проходят более быстро, можно сказать, по-военному слаженно. Росгвардейцы заполнили анкеты, прошли предварительный осмотр, но сам допуск прививки получили лишь после того, как медкарточку каждого внимательно изучил терапевт. Военнослужащих предупреждают, после прививки возможно небольшое общее недомогание, головная боль и повышение температуры. Вы ознакомитесь с развитием возможных осложнений. Прививают росгвардейцев вакциной «Спутник ВИМ». Ее, к слову, предоставила 30-я городская поликлиника. Массовая вакцинация против COVID-19 проходит в управлении Приволжского округа войск национальной гвардии. Мероприятие организовано благодаря Министерству здравоохранения по Нижегородской области. На сегодняшний день вакцинировано более 350 военнослужащих, сотрудников и членов их семей. В общей сложности в регионе уже свыше 350 военнослужащих и сотрудников, в том числе которые участвуют в мероприятиях по охране общественного порядка и общественной безопасности, получили вакцины. Сегодня я добровольно прохожу вакцинацию, так как хочу внести свой вклад в борьбу с пандемией. Я считаю, что это необходимо, так как нужно заботиться о здоровье своих близких и здоровье окружающих. Вакцина-профилактика Росгвардейцев в регионе будет продолжена. Одновременно в войсках проводится противовирусная терапия. Помещения дезинфицируются, а личному составу выдаются защитные медицинские маски. Наталья Лисова, Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин